Вы сейчас выглядите как из сказки про солдата. Я такой есть, да. Чудо-юдо, вот это вот, которое... Да, Марийскую, абсолютно. Сейчас как застучу в свой барабан, как позову своих боевых. Вот, это самая там интрига в этом фильме, что забьет солдат в барабан, и кто прибежит, где эта русская армия, которая придет и найдет порядок, хоть с водокрутом, хоть с кем. Так, по командам, как управлялось войском? Значит, барабанщик носил барабан с левой стороны на широкой перевязи, на груди были палки. Значит, по команде... Значит, он вынимал палки, носил перед собой, разбирал на две руки. Следующий темп. И потом, если офицер давал команды, фрунт, строй! Палки, то есть, сразу привлекалось внимание ударом. Если такие удары, они разносились далеко, частоты низкие достаточного барабана. Сейчас ушки еще подтянем для звука. А, он еще настраивается? Конечно, это музыкальный инструмент. Хотя, это реплика, но он достаточно громкий и эффективный. Вот, дальше. Становись, слушай! Ну, не знаю, там далее, команд следовал во фрунт или что. На все это барабанщик дублировал палками. Там, к стрельбе, шоржерой, ружья перед себя, там, чехлы налой к заряду. Все это можно было разыграть целую большую сцену. Интересно. Вот. Поход гренадерский выглядел примерно так. Далее, что можно изобразить? Дробь. При залпе давалась дробь. И в конце кого-то расстреливают. И по команде залп. Ну, производился залп, а насчет расстреливать, это уже дальше. Да, это используется в кино, в сценах расстрелов. Это для ужаса наводят. Но, действительно, ужасно. Мы используем дробь, когда у нас происходит атака конницы. Когда пехота стоит в каре. Вот. Барабанщик бьет дробь. Это все дает некий ритм и ощущение вот этого напряжения, что надо выставить против кавалеристов. Пока кавалеристы кружатся вокруг пехотинцев, вычет слабое место, открытую шею, чтобы, значит, поразить. Вот. Еще что вам показать. Атака билась. Особенным образом. И дальше уже. И штыковая. Все. Да. И шло ускорение, и, соответственно, потом уже бежали. Абсолютно, да. Это вот так. Отступление билось барабаном? Или там уже бежали? Это поход бился. Поход. Точно так же бился поход. Но важно было дублировать, бить палки. Это значило, что все внимание, что происходит. Вся команда. Хоть команда. Да. 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 Вот так. Следует сказать, что был поход егерский, поход мушкетерский, поход артиллерии был. Это сложные сигналы. Они исполнялись не только барабанщиком, но еще был флейтист, либо гарнист в легких частях у егерей. Еще были у гвардейских полков собственные походы. Поход Приморженского полка, поход Семеновского полка, Измайловского полка, который зачастую им давался как награда. Они отличились где-то на маневрах, в сражениях. И они идут под свой ритм. Да, им дается собственная мелодия, и они идут под свою музыку. Вот так это все было.